В Луковском сегодня на аэродроме Летного исследовательского института имени Громова прошла презентация новейшего корабельного истребителя МиГ-29К. Это опытная палубная машина, создавалась по заказу военно-морских сил Индии. Во всей красе она будет представлена публике на февральском авиасалоне в Бангалоре. Подписаны три года назад, контракт на производство партии МиГов для индийской страны предусматривает поставку 12 одноместных и 4 двухместных самолетов. Их строительство уже ведется, ну а сегодняшним испытанием предсерийного палубного истребителя остались довольны все летчики, заказчики и создатели. Мы получили огромное удовлетворение, и не только мы, а и, соответственно, индийская страна, и мы, и весь наш коллектив РСКМИК, который очень упорно и серьезно работал, чтобы эта машина поднялась до того, как мы улетим в Бангалот, чтобы всем было понятно, что мы идем по графику, что мы выполним в любом случае контракт. И это будет большим заделом для нашего дальнейшего участия именно в тендере, который планируется в Индии. И в Бангалоре это будет самая главная наша тема, где мы будем как раз представлять МиГ-35. Первый полет модернизированного истребителя длился 200 минут и прошел в условиях низкой облачности. С земли за маневрами наблюдали военные атташе посольства Индии в Москве. От своих предшественников новый МиГ отличается большей надежностью, боеспособностью и высокой экономичностью. Ну а в небо Тверской области поднялись истребители-перехватчики Беженского авиаполка. Их задача охрана воздушных рубежей страны. В любой день и в любую погоду они в полной боевой готовности. И учения, свидетелем которых был Алексей Баранов, наглядное тому подтверждение. Противоперегрузочное устройство, высотнокомпенсирующее устройство и вентилирующее устройство. Летный костюм с десятками молнии одет за две минуты. Еще минута, чтобы преодолеть несколько десятков метров между дежуркой и готовым к вылету перехватчиком. Так называемый погодный разведчик первым уходит в небо. Но это происходит только в мирное время. В случае боевой тревоги дежурное звено вылетит незамедлительно. Для этого взлетную полосу здесь чистят непрерывно. И в дождь, и в снег, практически в любую погоду истребители-перехватчики Беженского авиаполка могут выполнять поставленную задачу. При боевом патрулировании ими контролируется территория в радиусе нескольких тысяч километров. МИГ-31 оснащен системой заслон, позволяющей обнаруживать самолеты противника на расстоянии более 200 километров, сопровождать 10 целей и применять сверхдальние ракеты. Подобного оружия нет в мире. Всего за 8 минут более чем 30-тонная машина, вооруженная 4-мя 500-килограммовыми ракетами, достигает 20-километровой высоты. Не случайно до сих пор ни один МИГ-31 так и не был продан за рубеж. И это тоже предмет гордости командира экипажа уникальной машины. Реальная угроза. НАТОвцы его боятся. Потому что очень большие дальности пусков и очень большие дальности обнаружения целей. Мы следим за воздушным пространством. Самолет чистый перехватчик, он по земле работать не может. А это уже второй участник учений, Су-27. Менее чем за 20 минут способен долететь от Петербурга, например, до Мурманска. Именно западные границы России наиболее часто патрулируются натовскими самолетами радиоразведки. Сопровождать их и не дать войти в наше пространство – главная задача воздушных пограничников. В 2005-м дважды приходилось выполнять и перехват. Сначала экипаж иранского лайнера решил сократить путь через территорию России. Затем под щитой границу пересек маломоторный самолет. Оба нарушителя были принуждены к посадке на близлежащие аэродромы. Как бы ни было, какая ни была погода, подготовка аэродрома, техники, мы должны в это короткое время взлететь, чтобы спали спокойно дома все. И мы не допустили пролет врага. Для этого, уверены летчики, и нужны подобные учения. Сейчас у бежицких пилотов средний налет около трех часов в месяц. Еще пару лет назад и об этом мечтать не приходилось. Личный состав укомплектован на две трети, тоже возросший за последние годы показатель. Молодые офицеры без задержек обеспечиваются жильем и проходят до подготовки уже в полку. В некоторых летных вузах пока еще ощущается дефицит топлива для положенного налета. Да и полномасштабные тренажеры вроде этой катапульты есть не везде. Алексей Баранов, Виктор Денисов и Юрий Мовчан. Вести. Тверская область.